Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Я как председатель общественной организации «Союз Спиранца», где опекаются пять категорий. Неполные семьи, где дети воспитываются одним из родителей. Или родитель, кто-то умер, или в разводе. Значит, одинокие граждане. Из моих же членов общества, некоторые из них стали уже инвалидом, они у нас. Я Евгения, это самое, у меня внук Виталий, который болеет, ну, инвалид первой группы. И я за него это все время смотрю за ним, и за него это все получаю. И спасибо огромное за эти подарки, это очень нужно. И он, как, очень больной. Многодетные мамы, потому что сколько организаций были в городе, они все исчезли куда-то, неизвестно что. Я хочу поблагодарить Мишина Раисе Федоровну в первую очередь, потому что больше она заботится. Она действительно все время звонит, и как бы не было такого момента, чтобы она пропускала кого-то. И вот, вещи действительно очень хорошие, очень новые, и поэтому большая благодарность всем за эту помощь, многодетным, инвалидам. Большое спасибо всем. Мама 11 детей лично, как бы, очень благодарна, потому что действительно это помощь. И детям и на физкультуру вещи дают, и для сна. Поэтому одеть такое количество детей, и они в этом, организация Аспиранца, очень сильно помогает. Но наша организация существует с 97-го года. Я 20 лет уже работаю в этой организации, значит, 17 мая организации будет 22 года. Это приличный срок. За моё руководство, с моей командой, как мы работаем, я работаю с 2000-го года, я уже имею хорошие 19 лет, хорошие 20 лет. Я считаю, мы сделали очень много счастливых семей. Я в этой организации согняю её основания, и очень дорожу и ценю тем, что я являюсь членом этой организации, потому что такой помощи и такой заботы, как от этой организации, и лично от председателя Ауспиранца Раиса Фёдоровна Черемуш, мы не видим ниоткуда и никогда. У меня ребёнок-инвалид первой группы с рождения, и эта помощь просто бесценна. То, что мы получаем, и я хочу сказать спасибо лично Раисе Фёдоровне Черемушу, Ауспиранца, и всем спонсорам, которые нас не забывают, которые нам в это трудное время помогают и оказывают столь неоценимую для нас помощь. Большое спасибо, процветания, удачи, здоровья и всех-всех-всех благ. Моё руководство, как я начала, я для своих многодетных семей и сёла попросила у других организаций, им предоставляли и коровы, и козочки. Я Чапан Дина Семёновна, в этой организации я уже очень давно, я мать-одиночка, у меня пятеро детей. То, что Раиса Фёдоровна Черемуша мне очень большую поддержку, всегда звонит, всегда спрашивает, всегда помогает, мне даже молочную козочку дали. Всё мне дают, и вся благодарность от Раисы Фёдоровны, я ей очень благодарна, я ей желаю здоровья и счастья, чтобы она всегда была и всегда помогала всем, кто приходит к ней в эту аспиранцу. Я очень довольна и очень благодарна. Я рада, что я могла этим людям помочь. Они и днём, и ночью мне звонят, говорят, какие вы люди добрые, как вы могли это всё делать. Я говорю, благодаря Богу и благодаря тем, которые пошли мне навстречу, вот вы сегодня имеете своё животное, которое вы можете сами себе содержать и продавать по тем ценам, которые вы можете и считаете, что вам нужно содержаться. Я не буду подробности податься за всё своё, что мы делали, мы очень много сделали, очень много, и День семьи, и День защиты детей, и Первое сентября, и разные-разные мероприятия, и городские, и посёлы. Обычно я очень часто сейчас, за последние годы, мы выходим в территорию. В Сороке вообще еду я, в Бричанах, там у нас есть председатель общества Униуна Фемейлер, и мы выписываем, сейчас мы оказали очень большую помощь женщине, которая имеет лежащего ребёнка, ей 18 лет, и никогда никто в жизни не оказывал никакую материальную помощь. Мы дали и матрасы, и вещи, и прокладки, и гигиенические пакеты, всё, что у нас было, мы и сделали. За прошлый год, у меня, мы сделали статистику, значит, за прошлый год мы, в общем, обслужили 6686 семей. Если взять, из них 2501 ребёнок, а остальные все взрослые. Мы очень много помогли в психиатрической больнице Бельской, дом ветеранов, Брынзянский интернат, где люди имеют проблемы со здоровьем. И особенно мы не забываем никогда за наши сёла Елизавета и Садовая, потому что они прилегающие к территории Бельцы. Так как бельчане, которые относятся в моей организации, так и в сёлах тоже приходят, мы их приглашаем, они приходят очень дружно, очень смело. Мы с ними работаем уже на протяжении 20 лет. Очень много многодетных семей, которые имеют детей с больным интеллектом, получили море, море удовольствия от тех подаренных вещей. Эта организация недавно, но даже с этого короткого времени я очень благодарна организации «Аспиранция» и лично Раисе Фёдоровне за поддержку, которую она для нас, не знаю, как сказать, может и помогает нам очень часто. Да, огромное спасибо, конечно, и спонсорам, которые нам помогают и которые помогают Раисе Фёдоровне. У нас у меня тоже ребёнок инвалид первой группы, инвалид детства, и для нас это, конечно, наши пенсии очень маленькие, вещи новые, как раз в прошлый раз, что было, как раз всё ему подошло, я очень благодарна. Сегодня 9 апреля, мы пригласили 20 семей, значит, многодетные, инвалиды, неполные семьи, и мы им будем вручать всё, что есть. Значит, кто имеет маленьких детей, вот такой вот комплект маечек, вот это две маечки, это комплект, вот так они и пришли от наших дорогих спонсоров. Брючки вот такие вот спортивные, вот такие вот сутболочки, вот такие вот шаканы, вот такие вот пакеты гигиенические. Всё, что у нас есть, это каждая семья получит. И на матраснике, а там стоят все вещи новые. Вот я подыму и вам всё покажу, потому что это для меня, я считаю, что я со своей командой, я делаю очень большую работу, очень большую. Даже в последнее вот этой женщине, мы её не знали из Брючана, ко мне обратилось в Министерство здравоохранения по письму от президента Додона. Но неужели у нашего президента есть две организации, и за столько лет они не могли помочь этой девочке, которая лежит, и у ней такие большие пролиги, и имеет такую, как вам сказать, тяжёлую жизнь. Я преклоняюсь перед теми родителями, которые они несут такую кару. Ну, это их жизнь, это их семья, каждый отвечает, но мы чем можем, мы всем помогаем. Я очень рада, я благодарю своим спонсорам. Вот недалеко вот стоит наш флажок, который вот, фонд Хриф. Мы работаем с ними на протяжении пять лет. Мы за пять лет вместе с ними принесли улыбку очень многим семьям. Очень много. Особенно север Молдавии, юг и Джоин Кишинёвский, они работают тоже по всей Молдавии, особенно Кишинёв и окружении Кишинёва. Я очень благодарна всем, тем, кто приходит и берут, и с удовольствием помогают тем, которые нуждающие. Есть люди, которые плачут, когда берут эти вещи, и я очень благодарна, что мы можем таким действительно людям помочь. Пусть на меня никто не держит зла, и если вы, я имею просьбу, пользуюсь этим моментом. Если вы хотите, и вы мне звоните на мой личный телефон, назовитесь, кто вы и что вы хотите, потому что я отвечать на анонимные звонки, я не буду отвечать. Извините, но закон такой, раз вы звоните на мой личный телефон, я имею право вам и грубить, и всё остальное. Извините, но жизнь меня так заставляет. Поздравляю, господин Марс и от них не команды. Такой прекрасный осенний сюрприз, наверное, из нас никто не ожидал. Я сама не ожидала. Но это как раз ко всеми праздниками, которые идут и с весной, и со всем. Я вам всем пожелаю, чтобы вы были такими радостными и красивыми, как вы есть сегодня. С такими прекрасными подарками. Спасибо. 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 Спасибо.